Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит сейчас. Значит, вы пишете, что расстались с мужчиной. Он месяц ждал и позвонил, сказал, что жить не может, будет все так, как я хочу. А, ну, во-первых, почему расстались? Какая причина расставания была у вас с ним? Потому что, вот вы пишете, что расстались, почему расстались, не пишете, это важно. Он месяц ждал. Он говорит, вы, откуда вы знаете, что он именно ждал? Почему вы считаете, что в его страхме было именно ожидание? Вот почему вы считаете, что это именно ожидание было в вас? Он как-то проявлял это, он как-то выражал то, что он вас ждет. Значит, далее. Сказал, когда позвонил, что жить не может, будет все так, как я хочу. Ну, здесь, Ирина, я даже не знаю, как вам задать вопрос. Вы почему согласились на такого рода возвращение? Вы понимаете, что человек, который говорит так, он либо в вас очень нуждается, либо хочет вас очень сильно вернуть, но, опять же, для себя. Не для вас, для себя. Он хочет вас вернуть, для себя. И какую цель вы преследовали, когда прощали его, когда позволили ему вы вернуть? Прошло две недели, а опять раз, как я хочу, не получилось. Вопрос к вам. А вы считаете, что должно было? Вы считаете, что должно было получиться так, как вы хотите? Вы считаете, что отношение можно построить на том, когда оба партнера ориентируются на желание одного человека? Значит, ну, не переговорить, что он думал, что дело в нем, а когда во мне я плохая. Ну, это неправда. Вы оба несете ответственность за свой разрыв, и он несет ответственность свою, вы свою. То есть, никто не плохой. Просто вы перекладываете ответственность за себя на другого. То есть, мужчина перекладывает на вас ответственность за то, что у него не получилось с вами отношение вернуть. А вы перекладываете на него ответственность за то, что хорошо хотите вы от отношения. Значит, так. И вы говорите, что вы плохая. Это классическая, уже буквально в смысле слова, классическая защитная реакция, когда у человека что-то не получилось, он должен как-то себя убедить в том, что он это плох. Он должен как-то убедить себя в том, что это вообще-то не важно, и что это его в действительности не волнует. Встретились, он отдал мне мою вещь, буквально пять минут поговорили, на нем лица нет. Почему на нем нет лица? О чем вы поговорили? А я очень даже красивая, потная салона красоты. Это хорошо, что вы... Это хорошо, что вы сходили в салон красоты, это очень хорошо, что вы занимаетесь собой, но к чему вы написали это? Что вы очень даже красивая, потная салона красоты. Он после нескольких джипсов написал, что я шикарно выгляжу. Что он хочет? Я полагаю, что он хочет побыть с вами, вы ему нравится, вы его привлекаете, но он не готов, очевидно, мириться с вашими, может быть, с вашими желаниями, может быть, с вашими потребностями, может быть, он не готов реально что-то делать для вас. То есть в отношениях с вами он быть, как бы, не готов, потому что он не может. Вы... Или вы такую позицию ему задаете, которая его не устраивает, либо он сам себя помещает в такую позицию, которая его, опять же, не устраивает, которая его, опять же, не удовлетворяет полностью. То есть вы ему нравитесь, вы ему очень нравитесь, но он не может быть с вами в отношениях. Вы его привлекаете, но он не готов меняться, возможно, меняться для вас он не готов, потому что этот эксперт будет от него слишком больших затрат. Вот. Как это видится мне, по крайней мере. Далее. Значит, вы пишите... Просто написал, потому что я шикарно, потому что он жалеет и хочет ткнуться, но гордость не позволяет. Ну, вы знаете, это довольно интересная точка зрения, что ему не позволяет гордость. По моему мнению, дело здесь не в гордости. По моему мнению, дело здесь в том, что он просто не может с вами находиться в отношениях, потому что вы направляете его быть тем, кем они являются. А гордость, ну, может быть и гордость, но если так, действительно, если это так, то это очень плохо, потому что человек в таком случае на первое место ставит именно гордость, получается, а не там, вас, а не, например, то, что нужно вам, то, что ценно вам, и так далее. Вот это вот он на первом месте не ставит, и это очень плохо для машин. Далее, значит, что от него ждать? Ожидать от него такого поведения, при котором он вроде как и не будет с вами находиться в отношениях, но при этом, при этом, он будет пытаться вас как-то удержать, то есть, скорее всего, он не будет давать вам возможности, например, вам устраивать как-то свою жизнь, скорее всего, он не будет давать вам возможности как-то налаживать отношения с мужчинами, скорее всего, он будет периодически о себе напоминать вам, для того, чтобы вы его не забыли, для того, чтобы вы помнили о нем, чтобы все время быть у вас на виду. Вот. Скорее всего, он будет вести себя именно так. Там, именно так обычно ведут себя люди, которые не готовы отпустить человека и не готовы быть вместе с ним. Просто для меня эти расставания очень тяжело, очень тяжелые, но я его всегда прощаю. Почему, зачем, для чего вы его прощаете, что вами движет, когда вы хотите его простить и так далее. Здесь нужно быть очень честным с собой, потому что именно от того, что вами движет, когда вы его прощаете, зависит то, насколько успешной и счастливой будет ваша жизнь в дальнейшем. Еще он сказал, чтобы я звонил на вопрос, зачем он ответил, что если ему понадобится что-то или он хочет остаться с друзьями. Нет, человек вряд ли хочет остаться с нами друзьями, скорее всего, он не хочет вас терять, мы в отношении с вами быть не готовы. Это такой довольно эгоистичный как можете видеть человек, который думает только о своем комфорте, который хочет получать и не желает отдавать. И весь вопрос в том, для чего вы его прощаете, что вами видят. Может быть страхи, может быть желания какие-то, может быть что-то еще, а вот об этом нужно подумать, чтобы вы стали от него свободной, потому что в противном случае он так и будет вам мешать, он так и будет вам доставать, он так и будет вам докучать, он так и будет портить вам жизнь и, с одной стороны, не давать жить дальше, с другой стороны, я постоянно возвращаю вас в прошлое, что будет причинять вам только боль. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду нам помочь. Если вам понравилась моя ответственность, я буду поблагодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего-всего самого доброго и удачи!